Так, ну что, всем привет! Перед началом ролика хотел бы вас попросить подписаться на мой телеграм-канал, потому что здесь у нас выходит обзор в довольно-таки быстром формате, в текстовом, то есть если я не могу записать видеоролик, либо хочу быстро отписать какие-то мысли, я уже, получается, как пару дней отписываю свои мысли по поводу биткоина, по поводу вообще ситуации на рынке и скидываю также сюда сразу же видеоролик перед тем, как он постится. Ну то есть я запостил и сразу сюда ссылку выложил, то есть вам будет удобно посмотреть и всякий анализ и, скажем так, такую аналитику по-быструю, то есть не нужно ждать отдельной видеоаналитики в видеоролике там на 10-15-20 минут, а сразу я здесь по-быстрому отписал и прокомментировал ситуацию в моменте, поэтому если кому интересно, можете подписываться. Ну а теперь перейдем к обзору. Так, ну что, по биткоину у нас я не записывал целый день видеоролик, потому что особо смысла не было, скажем так, но я в любом бы случае его записал просто, по рынку ничего особенного, то есть мы во флете стоим и если бы произошло какое-то сильное движение, я бы записал бы сразу. Поэтому, в принципе, находимся во флете, здесь постепенно уже вышли за отметку 35200, так вот, по биткоину, значит, у нас перебили мы отметку 35200 и осталось нам достичь отметки, ну вернее, перебить отметку 42000 и потом, в принципе, можно идти наверх. Долгий обзор делать не буду, в принципе, в моменте видно, что растем, но, опять же таки, если взять даже локально, то здесь мы стоим во флете и пока что вышли за 35200, но следующая отметка 42000, 41950, а дальше посмотрим. По остальным монетам быстро пробежимся, эфир, та же самая ситуация, ничего особенного, здесь выше пока что 1010 долларов не идем, стоим на месте, дальше. Дальше, XRP, по XRP та же самая ситуация, стоим в боковике, ничего не произошло, по NEO, по NEO, как вы видите, нас выкупили по 20 долларов, ниже 22 копеек мы не идем пока что, ну и, как вы видите, пытаемся пройти наверх к Qtun, меня очень сильно просят по Qtun, пока что не закрепились выше 3 долларов, здесь локально топчемся, если закрепимся выше 3 долларов, в ходу, в принципе, до 3-4 доллара, ну потом 4-3, ну и здесь отметка 5,5. Я пока что подождал бы по Qtun, если хотите, конечно, в плане долгосрока, конечно, цена довольно-таки неплохая, ну, в идеале, конечно, по 2 доллара, или вообще там по 1,8 покупать, или по 1 доллару, ну, в принципе, в плане долгосрока, ну, можно подождать, я не отрицаю, поэтому, в принципе, цена довольно-таки неплохая, даже 3 доллара. По ETC пытаемся закрепиться выше 7,33 копейки, получается, здесь мы 7,2, видно, отстояли и закрепились выше 7,33, сейчас пытаемся пойти наверх. Дальше по Yota, по Yota тоже движение небольшое было, на 20 вверх, закрепились выше 37, ну и в ходу нам до 45 копеек, но потом уже здесь по 48. Так, дальше, EOS, по EOS, сейчас посмотрим, по EOS ничего особенного станет в боковике, Zcash, я смотрел интересную ситуацию, по Zcash, как я и говорил, кто холдит Zcash, можете посмотреть видеоролик на канале, опять же-таки, я понимаю, что уже всем поднадоелся Zcash, но монетка действительно стоящая, поэтому те, кто холдит Zcash и те, кто покупал его там по 56, по 60 даже долларов, то сейчас имеет профит уже порядка практически 100%, поэтому всех поздравляю, кто забрал свой кусок, скажем так, с рынка. Дальше, по Zcash у нас пока что стоим в районе 112 долларов, если следующую отметку 125 долларов здесь перебиваем, то, в принципе, можем лететь, здесь у нас, да, 125 долларов, в принципе, можем улетать дальше, ну по Binance, по крайней мере, это хаи, но дальше уже надо смотреть по каким-то другим биржам. Дальше, по линку, по линку, как видите, подросли обратно на 15 долларов, здесь ниже 14 не пошли и уперлись в отметку 16 долларов, будем смотреть. Пока что рост безостановочный, будем смотреть, 17 долларов перебьем, перебьем 20 долларов, можем улетать в космос. Дальше, по лайткоину, по лайткоину отката никакого, тоже смотримся в боковике, ну, опять же-таки, завтра ситуация, я думаю, разрешится, на данном этапе ничего особенного. Ада Кардана ниже 27 копеек пока не идет, находится во флете, то же самое, если перебиваясь здесь 31 копейку, или вот здесь, да, 31 копейку, следующий ход у нас до 34-35, а потом уже 39 копеек. По XLM, по XLM, по XLM, по XLM тоже пока что ниже 28 копеек не идем, находимся во флете, нас откупили, в принципе, можем еще сходить, но я бы не спешил, потому что находимся в хаях. По Dota, в принципе, у вас есть еще одна возможность, скажем так, скинуть по 10 копеек, кто закупал вот здесь вот, ну, вернее, по 10 долларов, и, соответственно, ну, можно еще подождать, не отрицаем, может рост продолжится, но, если вы там не успели скинуть по 10 копеек, увидели, что цена упала на 7, на 8, в принципе, можете хотя бы частично зафиксироваться. Если посмотреть, допустим, на часовике, ну, в принципе, растем, но выше 10,6 копеек пока не пускают, но отката также нет. Дальше, BNB, по BNB, что у нас тут, по BNB выше 40 долларов не закрепились, но, как вы видите, по 37 копеек нас откупили, если завтра пробиваем 40 долларов, в принципе, можем улетать на стопах. Дальше, по Monero, по Monero тоже пока что отката никакого нету, стоим здесь в боковике, выше 150 долларов закрепились, и смотримся довольно-таки неплохо. YFA здесь, EARN FINANCE, здесь тоже отката никакого нету, здесь у нас LAE 28-100, в принципе, смотримся неплохо. По трону, по трону в боковике стоим тоже ничего, дальше по доге, по доге здесь стоим, ну, в хаях находимся, поэтому я бы не спешил бы здесь заходить, поэтому, если сделают обвал, будет очень рискованно. Так, XTZ Tezos тоже монетку рекомендовал, дальше холдим, если, допустим, она выходит 2.65 из канала, а тем более там за 2.8, то, в принципе, может улететь. По Zara X еще, по Zara X, по-моему, я смотрел, тоже было движение, закрепились мы по 51 копейки, я часть позиции хоть и фиксировал здесь, но будем смотреть. Если выходим там за, опять же-таки, этот канал за 61, то, в принципе, можем лететь дальше. Поэтому, те, кто холдит, холдите, там, в плане среднего срока, может, короткосрока, даже какого-то, ну, среднего срока, долгосрока, в принципе, можно еще похолдить и посмотреть, как она себя будет вести, либо в плане какого-то трейда. Поэтому смотрится довольно-таки неплохо. По Waves, по Waves, тоже закрепились выше 6 долларов, но пока что ничего такого. Дальше, что у нас здесь? Так, 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 дальше, что у нас здесь? Еще какая-то монетка оставалась. По Dash, по-моему, да, по Dash не посмотрел. По Dash закрепились выше 124 долларов. Здесь, получается, у нас следующая отметка 140, а потом 150. Если посмотреть здесь, да, вот здесь 150 долларов, потом 163, здесь 140, вернее, ну да, 140, ну а здесь уже более такая глобальная 190 долларов. Поэтому смотрим, наблюдаем, выходим ли мы дальше. Отката пока никакого нету, откупают нас. Будем дальше смотреть, наблюдать. В принципе, вроде бы все монеты рассмотрел. А, Bitcoin Cash еще. По Bitcoin Cash пока что ниже 440 долларов не идем. Если перебиваем здесь отметку 500 долларов, в принципе, здесь у нас, да, 500 долларов обратно закрепляемся. Это, в принципе, можем лететь дальше. Ну, это, по крайней мере, по Binance. Ну, а здесь максимальная отметка была 630 долларов. Поэтому смотрим. Отката нет, но все равно Bitcoin Cash находится в хаях. Поэтому такие вот дела по рынку криптовалют. Тут, в принципе, вроде бы все монетки посмотрел. Если какие-то монетки еще желаете, чтобы я посмотрел, можете написать в комментах. Так. Новая какая-то монета появилась. BTC-ST. Так. Ну, в принципе, по Bitcoin все рассказал. Отката пока никакого нету. Смотримся по бычьи. То есть, если перебиваем здесь 36600, получается 36628. Там 36600. В принципе, можем идти наверх. Ну, самое главное нам перебить отметку своих 1.950. И, ну, в общем-то, если округлить своих 2000 и закрепиться. Если закрепляемся, начинаем тут консолидироваться. В принципе, можем. Ну, или там улететь на стопах. В принципе, можем вообще без проблем. Поэтому на данном этапе пока флэт. Будем смотреть, что будет завтра с утра. И я думаю, завтра утренний обзор запилю. Будет ситуация более интересная. Но если, опять же-таки, будет флэт, возможно, чуть попозже запишу. Поэтому посмотрим. Поэтому такие вот дела не буду затягивать. В принципе, ничего особенного на рынке не произошло. Наблюдаем дальше. Сидим в Fiat. И если кто хочет, конечно, может закупиться сейчас в плане долгой срока. Но я бы еще, если все-таки будет сильный откат, то подождал бы. Но, опять же-таки, в принципе, сейчас тоже хороший момент. Потому что так называемый паттерн по выравниванию уже произошел, скажем так. Поэтому, в принципе, кто хочет, может в плане долгосрока, среднего срока закупиться сейчас. Но если кто хочет, может еще подождать какого-то более сильного отката. Поэтому такие вот дела. Если все-таки пролив сделает еще сильнее, тогда да. Тогда можно еще подождать. Но, в принципе, можно, опять же-таки, не на весь депозит заходить, а зайти частью. Счастью, допустим, даже если мы просядем, там процентов 20-30, даже если 50, можно будет перезакупиться еще раз. Поэтому такие вот дела. В принципе, ситуация на рынке тухлая. Стоим пока в боковике. Набираем позицию и ждем выхода за 42 тысячи, либо пролива еще большего вниз. Поэтому такие вот дела. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, кто еще не подписался. Там будет в текстовом формате быстрая информация и быстрый такой ревью, да. Быстрый обзор рынка в моменте, если я не могу записать видеоролик, либо это слишком долго. По-быстрому отписал, скинул там картинки, написал ситуацию на рынке. И, в принципе, так и мне удобнее, и вам быстрая информация приходит и в быстром доступе, так сказать. Поэтому такие вот дела. Спасибо за внимание. И всем удачи. И спокойной ночи. Спасибо за внимание.